Четыре дня лекций, консультаций, конкурсной защиты в формате онлайн. Именно так будет проходить молодежный всероссийский форум Иволга в этом году. Его участники признаются, онлайн формат, конечно, не даст определенных эмоций и знакомств, зато позволит качественно подойти к защите проекта. Ты, конечно, не почувствуешь этой атмосферы, но при этом ты сможешь в любой момент подключиться и все равно хотя бы нашему удмуртскому написать и спросить помощи экспертам. Они же все-таки с нами, они же нам помогают, не нужно про них забывать, они только за нас, они за нас болеют, нас поддерживают, поэтому, в принципе, как именно удобство, да, хорошо, но вот этой атмосферы очень не будет хватать. Всего Удмуртию представят на Иволге 90 человек. По количеству участников наш регион один из лидеров всероссийской статистики форума. В этом году изменилось и содержание представленных на конкурс социальных проектов. У нас 90 ребят с 90 идей. То есть 90 проектов, которые мы планируем поставить на финансирование. Это от здорового образа жизни, это эксклюзивные театры, это культурные проекты, это творческие проекты, это защита интересов прав детей, подростков и молодежи. То есть спектр от и до. Михаил Монохин, участник форума Иволга 2020, уже не первый год занимается организацией палеотивной помощи в Ижевске. Подготовил на конкурс серьезный проект. В случае победы сможет обучить 100 волонтеров правильному уходу за тяжело больными людьми. Именно они и станут участниками палеотивного волонтерского штаба республики. Такие люди всегда находятся, кто готов помогать чисто из альтруистических целей. И тем не менее в данном проекте предусмотрена мотивация для таких людей, для студентов. Например, все волонтеры, которые будут в этом проекте участвовать, помогать палеотивным больным, они смогут заработать волонтерские часы, которые в дальнейшем, например, помогут им при поступлении в магистратуру или в ординатуру для студентов-медиков. На реализацию этого проекта Михаил рассчитывает получить на Иволге 800 тысяч рублей. Сейчас дорабатывает его с экспертами региона. С 24 по 28 августа защита на федеральном уровне. Именно в эти даты и пройдет фестиваль Иволга 2020. Наталья Байгозина, Василий Хохряков, Новости.